Случилось мне как-то приобрести вот эти вот монеты. Все они одного 1750 года, еще времен правления Елизаветы Петровны по времени. Монеты, как бы так скажем, вот в подлинности этих монет почему-то я не сомневаюсь. Все как положено, даже вот как бы у ИАХ монетка, хоть и с отверстием, но вот налет, как бы намек на золотой отблеск у рубля с одной стороны. Это как бы один из признаков того, что серебро настоящее и как бы ионы золота выходят на поверхность серебра. Вот такая вот монетка имеется. У Гривенника поле вокруг головы более, ну пространство более большое, и за счет этого более величный поворот и наклон головы у императрицы. Ну, такая вот приятная монетка. Хотя вот если это же посмотреть, тут как бы более грузный портрет получается, не такой легкий и воздушный. Ну, тем не менее, я рад тому, что уже есть. Ну, что ж, давайте попытаемся вспомнить, что же там такого было интересно в том далеком 1750 году. Трехсотенная команда для конвоирования курьеров, почты и караульной службы реорганизована 28 марта 1750 года в Астраханский пятисотенный полк, который был расселен по правому берегу Волги от Астрахани до Черного Яра. Можно считать созданием астраханского казачьего войска, но оно тогда так не называлось. Ишимская казачья линия, горькая линия Тош, имела стратегическое значение. Были выстроены две крепости, 33 редуты, и в них поселены 2000 сибирских казаков. Под охраной этих креплений, возникших около 1750 года, колонизация развелась успешно. Горькой она называется от множества встречающихся здесь горько-соленых озер, известных под названием Камышловских. С 1750 начинаются довольно частые движения в Оренбург караванов из Бухары, Ташкента, Кашгара, в Самаре. По распоряжению Самарской таможни, возле города установлены засады для предотвращения тайного провоза соли и других товаров с реки Яик, Урал. Так, из того, что случилось заодно и в мире, торговый договор случился Испании и Англии, невыгодный для Испании, прекращается Асиенто Англии. С 1750 по 1777 королем Португалии стал Жозе I Эммануэль, при нем министр иностранных дел, затем первый министр Португалии Себастьян Хосе Каравальо, Маркизда Помбал, тоже те же года. Народное движение на Польской Украине. В Ярославле создан первый общедоступный русский театр, театр имени Волкова. Указом Елизаветы Петровны на территории Марьиной рощи появилось первое в Москве кладбище. Начало народного восстания на острове Ява против голландцев и местных феодалов во главе с родственником правителя Моторама. Он добился значительных успехов. Английский парламент запретил сооружать в колониях прокатные станы, железорезательные мастерские. Начало войны между иезуитами и испано-португальскими войсками, так как иезуиты не признали уступки испанцами территории семи иезуитских редукций Португалии. Из тех, кто родился, Дюададе Доломью, французский минеролог и геолог. 18 августа Антонио Сальери, итальянский и австрийский композитор, дирижер, педагог. 4 декабря Грегор Анри, деятель Великой Французской революции, противник рабства негров. Из тех, кто умер, Бах, композитор, 28 июля 1750 года. Ну что ж, вот такие события. Не больно много, но как бы есть. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok